Всем привет, в этом видео я расскажу как перейти на новый телефон, а именно как перенести все данные со старого телефона на новый. Рано или поздно каждый пользователь сталкивается с покупкой нового смартфона или заменой устаревшего гаджета на новый. При замене возникает главный вопрос, как можно перенести все контакты, фото, видео, а также настройки приложений со старого телефона на новый. Если же вы ищете ответ на этот вопрос, далее в видео мы разберем как это можно сделать. На сегодняшний день существует множество способов перенести данные с одного телефона на другой, и этот процесс стал много проще и производится всего в несколько кликов. Если же у вас более старый телефон без поддержки смарт, ничего страшного, основные требования это наличие функции Bluetooth. А теперь давайте рассмотрим детальнее как это сделать. Для начала перенесем самое важное, а именно контакты. Вместе с контактами также можно перенести софт и настройки. Сделать это можно с помощью Google аккаунта. Для этого на старом телефоне нужно активировать функцию резервного копирования и автоматического обновления. Первая функция выполняет архивацию текущих параметров и данных установленного в софте. Вторая возвращает настройки приложений в случае их переустановки. Заходим в настройки телефона и активируем эти функции. Настройки, восстановление и сброс, резервирование данных. Включить. И здесь автовосстановление. Теперь переходим к новому телефону. Открываем настройки, аккаунты. Аккаунты и синхронизация. Затем жмем кнопку добавить аккаунт. Вводим имя пользователя и пароль. Сразу после входа в аккаунт на новом Android смартфоне будут выставлены все сохраненные с прежнего аппарата настройки. Здесь можно выбрать какие приложения нужно восстановить. А также вместе с приложениями должны перенестись все данные телефонной книги, почта Gmail и события календаря. Еще контакты с одного устройства на другое можно перенести через сим-карту и карту памяти. Первый способ будет актуальным, если все ваши контакты хранятся на сим-карте, потому что она, как правило, переносится на новый смартфон. Если ваши контакты хранятся в памяти смартфона, перенесите их на сим-карту. Для этого откройте контакты и здесь кликните по меню. У меня она имеет вид трех точек. В меню выбираем импорт и экспорт и указываем, куда осуществить экспорт. Выбираем сим-карту и соглашаемся. Но есть один важный момент. В памяти сим-карты можно хранить до 200 номеров. Если у вас их больше, то воспользуйтесь другим способом. Экспортируйте контакты на карту памяти, если у вас такая имеется. Здесь же в меню контактов просто выберите экспорт память. Далее перенесите карту в новый телефон и уже на нем выберите импорт из памяти и выберите соответствующий файл. Если ваш смартфон не поддерживает карту памяти, можете отправить этот файл, к примеру, по Bluetooth. Для этого откройте любой проводник и передайте недавно созданный файл телефонной книге. Если вам нужно перенести большие файлы, к примеру, фильмы, музыку и так далее, скопируйте их через компьютер. Для этого подключите старый телефон к ПК через кабель, скопируйте данные на ПК, а затем подключите новый телефон и скопируйте с компьютера нужную информацию. У нас на канале есть отдельное видео о том, как скопировать информацию с телефона на ПК, ссылка будет в описании. Теперь поговорим о переносе фото и видео. Есть множество сервисов, которые автоматически синхронизируют данные с облачным хранилищем, к примеру, сервисы Google Photo, Google Drive, Dropbox, а также фирменные облачные сервисы, как в моем случае MyDrop. Если у вас настроена автоматическая синхронизация с одним из этих сервисов, то вам не придется ничего копировать. Достаточно будет зайти в такое хранилище и вы увидите здесь все ваши фото и видео. Если синхронизация выключена, вы можете включить ее на старом устройстве и подождать пока данные загрузятся на сервис, а затем открыть его на новом телефоне, если нужно скачать ваши фото и видео на него. Для включения синхронизации откройте программу, перейдите в настройки и здесь активируйте автозагрузку и синхронизацию. А вот для переноса SMS вам потребуется сторонняя утилита. Если у вас есть важные SMS переписки, которые вы бы хотели перенести на новые устройства, воспользуйтесь одной из утилит для их переноса. В маркете вы найдете их немалое количество, вот к примеру SMS Backup and Restore. Эта утилита позволит пару кликов осуществить передачу SMS архива со старого телефона на новый всего за несколько минут. Также есть множество сторонних утилит, которые помогут вам перенести не только SMS, а и все другие данные с одного телефона на другой. Я покажу на примере утилиты CloneIt. Установите данные приложения на обоих устройствах и запустите его. Затем активируйте Wi-Fi и на старом телефоне нажмите на кнопку «Отправить», а на новом «Принять». Подождите пока оба смартфона установят соединение, затем выберите необходимые для отправки файлы и нажмите соответствующую кнопку для подтверждения. С помощью данной программы вы сможете перенести контакты, журналы звонков, приложения, SMS, фото и аудио, системные настройки, обои и т.д. По завершению процесса ваши данные окажутся на новом телефоне. Если в переходе на новый телефон вы переживаете за переписки в мессенджерах, то перенести их на новый телефон тоже не составит большого труда. Давайте разберем на нескольких популярных из них. Первый – WhatsApp. Тут есть два варианта – без смены номера и со смены. Если перенос осуществляется без смены номера, достаточно выполнить экспорт данных мессенджера на Google Диск и восстановить эти данные на новом устройстве. Для этого откройте меню и выберите пункт «Настройки». Затем перейдите в раздел «Чаты» и выберите здесь резервная копия чата. Внизу этого раздела необходимо обратить внимание на пункт «Аккаунт». Там должен отображаться адрес электронной почты. Если не отображается, следует пройти «Аутентификацию» с Google Диском и предоставить приложению разрешение на доступ к данным, выбрав вариант «Разрешить». Теперь все готово для экспорта. Пользователю остается нажать по зеленой кнопке «Резервное копирование» и дождаться завершения процесса. Следующий шаг – подготовка нового устройства к переносу. Сперва необходимо выполнить вход в тот же Google аккаунт, что и на старом телефоне. Кроме того, если WhatsApp уже был установлен, удалить и переустановить приложение заново. Теперь можно авторизироваться приложение WhatsApp, используя прежний номер телефона. При появлении запроса на поиск резервной копии, а также на доступ к контактам и файлам на устройстве нажать «Далее» и «Разрешить». Если все сделано правильно, появится сообщение «Однаружена резервная копия». Остается нажать зеленую кнопку «Восстановить» и дождаться окончания процесса. Если вы вместе с телефоном сменили и номер, то нужно сделать следующее. В отличие от предыдущего варианта, прежде чем выполнить резервное копирование в облако, необходимо воспользоваться функцией «Изменить номер». Для этого на старом телефоне запустите WhatsApp и перейдите в раздел «Аккаунт» из меню «Настрой». Среди предложенных вариантов следует выбрать пункт «Изменить номер». Далее вы введите форму, в которой нужно вписать старый и новый номер. После подтверждения ввода на телефоне с новым номером придет смс-кодом. Этот код нужно ввести в соответствующее поле на старом телефоне. Вот и все, номер изменен. Теперь вам можно лишь создать резервную копию для переноса на новое устройство. Как это делать я уже говорил ранее. В Messenger Reviver сейчас перенести историю сообщений на другой телефон значительно проще, чем было раньше. Разработчики позаботились о том, чтобы пользователи не теряли свои чаты при переходе на другое устройство. Для этого откройте меню настройки, учетная запись, резервное копирование. Чтобы появилась возможность резервного копирования сообщений необходимо подключиться к Google Диску. Для этого нажимаем на «Изменить настройки» в пункте «Нет подключения к Google Диску», выбираем аккаунт, при помощи которого произойдет подключение и нажимаем ОК. Разрешаем приложению управление данными на Google Диске. После правильного выполнения предыдущего пункта устройство автоматически возвращается в пункт «Резервное копирование». Здесь нужно нажать на «Создать копию». Ждем пока приложение создаст копию. Далее загружаем Viber, устанавливаем и вводим данные на другом устройстве. Заходим в тот же раздел и подключаемся к Google Диску. Нажимаем «Восстановить». Подтверждение «Восстановить сейчас» приведет к восстановлению всех текстовых сообщений приложения. Однако этот способ гарантирует только сохранение переписки, а вот медиафайлы в переходе на другое устройство могут быть утеряны. Зачастую именно такие данные важно не потерять, в таком случае их необходимо сохранить отдельно. Для этого необходимо открыть файловый менеджер устройства и найти в нем папку Viber. В нем должна быть папка «Media», в которой расположены все медиафайлы приложений. Далее любыми способами о которых я говорил ранее переносим файлы или сразу папки на другое устройство через USB кабель, по Bluetooth, по почте и т.д. Однако стоит учесть, что перенос данных файлов не гарантирует их восстановление в диалогах. Тем не менее важные фото, видео, аудио не будет потерян. Что касается Телеграма, так как программа является облачным сервисом, то вся информация хранится на серверах компании и производителя. Это касается любой информации, будь то картинки, видео, фото или же обычная переписка, потому вам достаточно будет лишь скачать приложение и залогиниться. А Телеграм сам подгрузит историю со своих сервисов. Напоследок хочу сказать, что никакой из методов не дает 100% гарантии переноса всех ваших данных на новое устройство, так что нужно быть к этому готовым. Если вы хотите чем-то дополнить данное видео, мы будем рады видеть ваши комментарии под этим видео. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.